Всем огромнейший привет! Хочу записать видео на тему, будет ли из Белоруссии заходить Аркостание. Это самое мягкое выражение, которое я нашла для Ютуба. Давайте посмотрим. Смотреть буду на вторую нашего времени. Понятно, почему я думаю. На 78-м дырях. И на новой игральной колоде, которую вы уже могли видеть, если вы следите за моим тиктоком. На тиктоке я тоже редко гадалка. Вот такие playing cards Hogwarts. Итак, давайте же посмотрим, будут ли до конца года заходить Аркостание через Белоруссию в Украину. Потому что разговоров об этом много. Мне стало интересно, я тоже хочу посмотреть. Сейчас даже сяду, чтобы руки были в кадре, чтобы не говорили всякие недоумки, что ой, я не вижу в кадре, как вы тасуете. Вы, наверное, заранее эти карты вытаскиваете. Вот для таких вот придурков я показываю, что я ничего заранее не вытаскиваю. Ну что, ну вы сами все видите, да? Кто разбирается второй, кто не разбирается. Сейчас я вытащу со второй колоды, из третьей все вам подробно расскажу. В течение месяца очень большая вероятность хотят. Хотят они зайти, думают, как это сделать. Уже вот стоят, как говорится, на берегу. Хотят, хотят, хотят. Но по шуту, мне кажется, ничего... Положу по вышивке. Ничего у них путевого не выйдет у придурков. Вот посмотрите. Ничего не выйдет. Погонят молодняк, да? Погонят вот таких этих приживников. Ну вот тех, которые... Вот еще за мамкину юбку надо им держаться. Вы видите, секунду погонят. И, конечно же, по девятке жезлов получат. Получат лещей. Вот украинская армия. Сейчас я посмотрю на игралках еще. Посмотрим. Что тут? Так, девятка барсуков, шестерка барсуков и король барсуков. Ну, зайти они хотят, да? То есть уже и документы, и бумаги. Кто не знает, эта масть отвечает за масть губновую. То есть большие деньги брошены, большие средства. Вот. Ну, велика вероятность до конца года. Давайте еще посмотрю. Это я в целом на год. Ну, да, смотрите. Вот она, масть пиковая пошла. Смотрите, и короли, и валет, и туз. То есть я думаю, что, да, я думаю, что вероятность очень высока этого. Единственное, они еще примеряют, вот если брать двери, второй вариант, да, вот вы видите здесь, влюбленные. То есть что-то вот еще думают, как еще можно придумать. То есть полно, вот до конца, вот я не вижу, что уже все. Вот как бы между двух каких-то вариантов думают. Может быть, через какое направление идти. Но в целом готовность и вероятность действительно очень высокая. Давайте вот еще одну колоду посмотрим. Давайте посмотрим Кроули. Миллениум Тот. Наверное, один из самых любимых моих колод, любимых карт именно из Кроулианской школы. Так, ну что, зайдут, будут заходить. Четверка жезлов, солнце, королева жезлов. Вот опять же, я считаю, что да, вот это вот желание прям дико, дико. Еще и принт жезлов. Дикое желание зайти, дикое желание завоевать. Да, вот это вот, вот нет ощущения, что они хотят только вот свои границы удерживать. А есть только ощущение, что вот да, да зайти, да победить, да, ну, ну, получит ответку, короче говоря. Вот, вот такой вот расклад. Надеюсь, было вам интересно. Скоро запишу новое, очень необычное видео. Не пропускайте. Подписывайтесь на канал с колокольчиком. Вы были на канале Летка Гадалка. Подписывайтесь на мой тикток. Сейчас я там куда более активна. Там совершенно другая энергетика и совершенно другой уровень просмотров видео. То есть просто я увидела, что там, видимо, я более востребована. На этом все. Всем всего самого доброго. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем мирного неба. Субтитры сделал DimaTorzok